У князя Всеслава по прозвищу Чародей было шестеро сыновей, и он решил не выделять из них любимчика, а каждому дать по наделу. В результате Полоцкое княжество оказалось раздробленным на отдельные города. Старший из Всеславовичей продолжил традицию строительства. Он основал город Борисов и построил недалеко от Полоцка Бориса Глебский монастырь. Как несложно догадаться, звали его именно Борис. Кроме того, с его именем связаны загадочные валуны, которые находили в воде или на берегах рек. На огромных, в несколько метров камнях был выбит крест, и слова чаще всего такие «Боже, помоги рабу твоему Борису». Ученые долго ломали голову, что бы это могло значить, выдвигая разные теории. Самое популярное предполагает, что молитва, высеченная на граните, должна была остановить страшный голод, который обрушился на Полоцк в 1127 году из-за нашествия саранчи и холодов. Судя по всему, сила креста помогла нашим предкам, потому что через 50 лет, когда снова случился неурожай, надписи на камнях уже начал выбивать сын Бориса. Тем временем в Витебске подросла племянница полоцкого князя Предслава. Это была девочка, которую никогда не заставляли учить уроки, ведь она любила учения настолько, что даже сами взрослые давались диву. Предслава подрастала не просто умницей, она была еще и прекрасна лицом. Ее красота привлекла многих славных князей. Уже в 12 лет девочку начали сватать, но она представляла свою жизнь совсем иначе. Потому сбежала из дома в Полоцкий монастырь, где была подстрижена в монахине под именем Ефросиньи. Увидев свою дочь в черном одеянии, ее отец, витебский князь, стал терзать в лосы главы своей, то есть от горя начал рвать на себе волосы. Жизнь в монастыре означала смерть для мира, и молодой княжне после хоромов, наверное, было непросто привыкать к келье. Однако девушка никогда не жаловалась, а наоборот, подбадривала окружающих. В то время книги стоили очень дорого, и поначалу княжна монахиня переписывала страницы, отдавая заработанные деньги нуждающимся. Со временем Ефросинья смогла даже основать новый монастырь, который стоит в Полоцке и сегодня. Это место стало центром образования в Полоцком княжестве. Здесь работал центр по переписке книг, скрипторий, а также библиотека, приют и школа, где преподавали не только чтение и письмо, но даже нотную грамоту. Возможно, здесь работал Лазарь Бокша, славянин, который в совершенстве владел ювелирным мастерством. В 1161 году по заказу Ефросиньи Полоцкой он смог создать шестиконечный крест удивительной красоты, который стал одним из главных символов нашей страны. Его ценность обусловила не только тонкая работа и яркие рисунки эмалью. В крест также были вложены уникальные реликвии, например, частица гроба Господня. Чтобы их раздобыть, Ефросинья Полоцкая, которая к тому времени была уже за 60, поехала в Иерусалим. В 12 веке такая дорога занимала полгода и была тяжела даже для молодых людей. Однако палачанка отправилась в путь. Вернуться обратно у нее уже не хватило сил, зато на земли Беларуси вернулся крест. Вскоре его похитят, и реликвия вернется в Полоцк лишь в 16 веке. Потом снова исчезнет в начале Великой Отечественной войны, но будет полностью восстановлена уже современным искусным ювелиром Николаем Кузьмичем. Сама Ефросинья Полоцкая позже была канонизирована и признана небесной покровительницей Беларуси. В одно время со святой Ефросиньей жил и другой знаменитый беларус Кирилл Туровский. Будучи монахом, он написал более 70 произведений, которые столь впечатлили современников, что Кирилла Туровского начали называть не иначе, как славянским златоустом. Одаренного писателя выбрали епископом. Однако вскоре он добровольно оставил свою кафедру, чтобы больше времени проводить в уединении, создавая новые прекрасные проповеди и притчи. Его наследие во многом сохранилось и дошло даже до наших дней.